...то опознанный. А по настоящему моменту сегодня больше 300 человек. Все морги Кемерово заполнены. 50% детей погибло. Представьтесь еще раз, кто вы. Я врач линейной бригады скорой помощи. Мидоры, сука! Мидоры, химик, смех нас! Не боимся! А теперь говорят, что где-то на южном уже 200 могил выкопали, чтобы спрятать трупы. Давайте, сука, пускай, надо! Начинается митинг? Да, конечно. Да там ничего от людей не осталось, одни головешки. Если человек сказал, что 300 есть погибших, значит человек нет. Этот человек должен назвать себя. А я сказал? Я назвал. Я врач линейной бригады скорой помощи. Я фамилию даже... Слушай, ты мне небольшой. Я побежал туда. Стояли даже вот МЧС, пожарники. Я говорю, где моя дочь? По телефону с ней разговаривал. Она кричала, я здесь, папа здесь. Я говорю, ложись на пол, дыши. Дыши, не умирай. Я пришел туда, они... Я полез туда, они меня за ноги схватили. Полторы... И я отошел обратно. Я говорю, вы сволочи! Вы, говорю, стоите четыре злоба, блядь. И не можете ничего сделать. Я гречел... Я гречел... Врачи рассказал, папа, я тебя люблю. Я вздыхаю, теряю сознание. 4.00, он говорит, 4.00, мне поступил звонок. Я расскажу все, как... Четыре пожарных. И были сотрудники этого зала. Они меня не пропускали. Я сказала, у меня там дети в кинозале находятся. Они стали меня выталкивать и сказали, там нет никого. Я включила громкую связь, голоса... Вела переговоры с своей дочерью, которая находилась в этом зале, с тремя моими внуками и с моей снах... Были слышны голоса. Моя дочь спросила, мама, почему нас никто не спасает? Мы задыхаемся. Ее последние слова были сказаны. Мама, я тебя люблю, я умираю. Я просила, я молила, я пожарила. Ладно, я попробую пересказать. В общем, информация пришла, что приехал Путин, и всех детей собрали и увезли в хладокомбинат. Ну, все тела детей и взрослых увезли в хладокомбинат. Не знаю, правда это или не правда? Вот человек сейчас запись телефонного разговора мне показал. Я не понимаю смысла. Можно подойду сюда? Можно я? Я даже не против. Я не могу сказать, что это не скрывается. Все это не может остановиться. Если больше 150 групп, то это уже международное дело. Соответственно, расследование, ну, совсем предупредит любой масштаб. И, соответственно, если такое происходит, то снимается глава города. Ну, соответственно, и пулей, и вся администрация идет нахер. Такое судно допустить не надо, почему и треславец в Москве этого урода. Ну, следит за тем, чтобы информация просочилась. И на самом деле, да, что родители подписывают документы, и разглашение, иначе трупы не отдают. Вот это все сказано. Так и есть зимозные. Людям, когда трупов начали выносить, менты поднялись к людям, у которых окна выходили на сторону Зимней Вишни, с той стороны, с которой выносить их начали. И всех людей просили отойти от окон в приказном порядке, чтобы свидетелей не было о том, сколько количество какое будут выносить. Субтитры создавал DimaTorzok